Для начала представлюсь. Я думаю, что вы даже... Вот мы видим знакомые лица, вы нас знаете. Меня зовут Поповский Богдан. Я уже восьмой год работаю в области дельфинотерапии. Наталья, Даниил. Мы, в принципе, хотели бы в первую очередь поделиться нашим практическим опытом, который мы получили за эти годы, поделиться нашими наблюдениями и немножко рассказать какой-то такой вот водной информации вообще в принципе о том, что такое дельфинотерапия в нашем понимании, как мы ее рассматриваем и, в принципе, какое состояние в плане развития этого направления в данный момент в мире. Информации о дельфинотерапии, с одной стороны, очень много, потому что действительно про нее везде говорится, говорят все в интернете, какие-то выходят периодически там новостные сюжеты, новостные ролики, но в то же самое время и очень мало, потому что каких-то таких вот серьезных научных исследований проводится не так много, как хотелось бы, и очень по-разному, конечно же, вообще трактуют и рассматривают это направление как дельфинотерапия. Для начала немножко истории вообще, как это все появилось, с чего это все началось. Дельфинотерапию можно отнести, рассматривать как частный вид анималотерапии в принципе. То есть анималотерапия, значит, она подразумевает под собой специально организованные психокоррекционные занятия с активным включением в эти занятия животных. В принципе, если так вот уйти вообще в историю, то первые упоминания вот врачевателей, философов о том, что общение с животными – это полезно для здоровья, в первую очередь психического здоровья, еще говорил Гиппократ, он говорил про важность верховой езды, и он как раз делал акцент, что интересно именно на такой психологической составляющей, больше даже, чем на физической. Первые упоминания вот такие вот уже в наше время, ближе к нашему времени, относятся к 1752 году, если не ошибаюсь, да, я не ошибаюсь, а, 92 году. В английской больнице для душевнобольных врачи организовали для пациентов вот такое вот свободное общение с животными. Ну, там, конечно, были животные такие домашние, были там собаки, кошки, куры, вот, и отметили очень такой хороший эффект психотерапевтический, поскольку вот общаясь с животными, пациенты чувствовали себя гораздо лучше. Они про это говорили. Если, значит, брать уже вот совсем наше-наше время, то вот родоначальникам и основоположникам направления анимаотерапии принято считать американского психотерапевта Бориса Левинсона. Проводя занятия терапевтические индивидуальные у себя в кабинете, он заметил, что когда в кабинете присутствовала его личная собака, его пациенты гораздо быстрее шли на контакт с ним. Они эмоционально расслаблялись, откликались на собаку, и вот такой вот сложный момент установления контакта доверительного между терапевтом и, собственно говоря, клиентом, он проходил очень быстро. Он обратил на это внимание, начал собаку уже оставлять специально, начал вокруг неё выстраивать всё занятие, и начал про это впервые говорить, что действительно это здорово, это классно, и, ну, по сути, да, вот он является таким вот современным основоположником направления анимаотерапии. Если даже брать на таком каком-то бытовом уровне, то, наверное, любой владелец, любитель животных, у кого есть дома кошечка либо собачка, даже на таком бытовом уровне, конечно же, понимает, насколько это здорово, придя домой с работы, просто пообщаться со своим домашним питомцем и получить вот такой вот необходимый эмоциональный положительный эффект. Вот на таком бытовом уровне, в принципе, можно говорить, что анимаотерапия появилась, когда человек начал приручать животных. Это было вообще там в древние времена. На сегодняшний день получила анимаотерапия три основных направления. Первое направление — это ипотерапия. Про неё все, я уверен, слышали, видели и знают. Это занятие с лошадками. Второе направление — это каницотерапия, занятие с собачками. И третье направление — это дельфинотерапия, занятие с непосредственно дельфинами. Все эти три направления, на наш взгляд, имеют какую-то общую базовую одну линию. Ну, конечно же, в то же время они сильно отличаются, потому что разные животные, по-разному они себя ведут, и, соответственно, в разных условиях с ними можно общаться. Основоположником такого направления, как дельфинотерапия, опять-таки, является американский доктор Дэвид Наттенсен, который, сейчас вам скажу даже в каком году, где-то вот начиная с 1962 года, он начал проводить первые психокоррекционные занятия с активным участием дельфинов. Он работал с группой детей с синдромом Дауна и обратил внимание на то, что в группе детей, которая получала положительное подкрепление за успешность в обучающей программе контакта, общения с дельфинами, в этой группе успехи были просто на голову выше, чем у группы, которая получала обычные поощрения в виде конфеток, ну, скажем так, не связанное с контактом с дельфинами. Он обратил внимание на этот эффект, и в первую очередь он начал рассматривать дельфинотерапию как вот такой вот мотивационный фактор для подкрепления деток с синдромом Дауна. После этого обратили внимание на это направление множество других специалистов, ну, конечно же, все началось в Америке, и потом, если брать вот даже территорию СНГ, то дельфинотерапия появилась уже где-то более 20 лет в Севастополе, вот в военном океанариуме. Доктор Лукина начала, опять-таки, основываясь вот на работах Натансона, проводить тоже, значит, эту программу. На сегодняшний день дельфинотерапия фактически проводится, ну, наверное, даже, можно сказать, по всему миру. У меня тут есть информацию, мы собрали, не знаю, насколько она вот интересна, но вот, в первую очередь, это Украина, Россия, Белоруссия, да? Слайды, да? А я забыл, я забыл, извините. Сейчас, я, он работает, он, наверное, не работает. Есть, да? Так, так, что-то я, да, это, наверное, я уже все проговорил про слайды. Так, ну, в общем, как-то я со слайдами не разобрался. Вот, дельфинотерапия проводится сейчас вот в Америке, Мексике, значит, все страны фактически вот СНГ, которые я перечислил, и она вот за эти все годы, в принципе, уже, да, это более 40 лет мировой практики, получила вот такое вот повсеместное распространение практически во всех дельфинариях, которые смогли организовать ее на вот каких-то таких вот металлических научных началах. Очень важно, на наш взгляд, все-таки, различать просто купание с дельфинами от дельфинотерапии. Основное, скажем так, различие, естественно, заключается в том, кто работает с ребенком. Если, скажем так, просто отдать ребенка во плавание с дельфином под присмотром инструктора, это все-таки больше купание с дельфинами. Очень важно, это комплексная работа специалистов. Во время дельфинотерапии занимаются, в первую очередь, специально подготовленные обычные дельфины, которые немножечко все-таки должны отличаться от тех дельфинов, которые выступают в плане поведения. Они, в принципе, более контактные, более, скажем так, приученные к деткам, которые могут просто залезть на них сверху, обнять их. То есть, грубо говоря, самый главный фактор для дельфина – это вот такая вот контактность. Значит, также у нас работают тренера этих дельфинов, которые, собственно говоря, проводят занятия, находясь все время рядышком. Это психологи-дельфинотерапевты, которые занимаются с ребенком. И в целом всю деятельность, как правило, курируют врачи. Вот Наталья расскажет потом более подробно про Одесский центр, где это, на наш взгляд, все-таки максимально развито. Там большой комплекс и большая команда специалистов. Но в любом случае это обязательно присутствие психолога-дельфинотерапевта, инструктора-дельфинотерапевта и специально обычного дельфина. Часто задают вопрос, чем дельфинотерапия, чем, в принципе, дельфин так важен в занятиях, и чем дельфинотерапия отличается от других направлений, там тоже самое ипотерапии. У дельфинов, в первую очередь, развито очень сложное, очень интересное игровое поведение. Они, как вы знаете, социальные существа, они общаются друг с другом, они играются постоянно. И дельфинов вообще сравнивают в своем таком поведении с детьми. Это вечные дети, которые никогда так не взрослеют. И используя природный фактор игрового поведения во время занятия, мы разработали игровую часть, когда ребенок с дельфином может максимально погрузиться в этот игровой процесс. И элементы такой игровой терапии, на наш взгляд, обязательны в каждом занятии, которое ребенок посещает. Здесь мы видим на заднем плане строение ультразвукового аппарата, такое схематическое. Говоря о механизмах дельфинотерапии, вы можете увидеть и прочитать, что очень часто говорят про их способность направленно излучать ультразвуковые частоты. И проводились исследования, во-первых, и в Америке, и их подтвердили и расширили в Украине, вот в военном океанариуме Севастополя. Они говорят про то, что, подвергаясь вот такому воздействию ультразвукового, находясь в воде с дельфином, организм человека получает определенные положительные вот такие вот эффекты. Действительно, вот ультразвуковой аппарат дельфина, он по своему строению и по своим характеристикам уникален. На сегодняшний день все технические какие-то попытки продублировать и, как же имитировать работу такого ультразвукового аппарата дельфина, они не смогли приблизиться к тому, что мы имеем от живой природы. Если кто-то даже с дельфинами общался и плавал, можно действительно почувствовать даже кожей, когда дельфин начинает лоцировать направленно свои ультразвуковые частоты, чувствуется, как такое легкое давление. То есть там очень-очень мощные сигналы. Так, давайте я посмотрю, что дальше у нас. Ага. Вот. Я немножко забежал вперед тогда, когда говорил по поводу дельфинотерапии в мире. Вот мы дошли до этого файлика. Здесь, на этом слайде, мы собрали города, где дельфинотерапия представлена в нашей сети дельфинариев. Их, в принципе, много. Тут не показано еще дельфинарий, который у нас будет открываться в этом году в Таиланде. Что важно? Вот в каждом из дельфинариев мы стараемся обязательно придерживаться одной методики работы. И наши специалисты, которые работают в этих дельфинариях, они соблюдают все нормы, требования по соблюдению методики. Но сейчас я потихонечку перейду непосредственно уже к тому, как мы проводим занятия дельфинотерапии. Значит, давайте уже от теории перейдем больше к такой практической работе. Курс дельфинотерапии включает в себя либо 5 сеансов, либо 10 сеансов. Занятия мы рекомендуем проходить такие ежедневно. Чем это продиктовано? Продиктовано, в первую очередь, тем, что ребенку очень важно, конечно же, адаптироваться. И если делать большие перерывы между занятиями, то ребенок может приходить, если опять-таки брать ребенка аутичного, просто как первый раз. И для аутичных деток мы рекомендуем сразу настраиваться на полный курс, 10 занятий, поскольку по нашей статистике, по нашим наблюдениям, пятое, бывает даже шестое или даже седьмое занятие, ребенок полностью адаптируется. Первые занятия, первые 2-3 занятия проходят, как правило, очень тяжело. Мы подготавливаем родителей, мы рассказываем про то, что это нормально, чтобы они не пугались такой очень явной негативной эмоциональной реакции ребенка. Мы прекрасно понимаем, что, конечно же, аутичный ребенок, попадая к нам в дельфинарии, подвергается очень такому мощному стрессовому воздействию. Во-первых, это большое незнакомое помещение, большой объем воды, большой бассейн, глубоко нету дна, незнакомые люди, и, что самое важное, это все-таки очень необычные животные, дельфины. Если ребенок привыкает к домашним животным, если они есть кошечка-собачка, он просто научился их игнорировать, то дельфина, фактически, не знаю, у нас за все наши годы работы аутисты, они всегда реагируют на дельфинов, они всегда на них смотрят, и такого, чтобы они просто их не замечали, не бывает. Значит, первые занятия проходят, как я говорил, в большинстве случаев в таком негативно-эмоциональном фоне. Мы стараемся на первых занятиях ребенка, конечно же, максимально плавно, аккуратно адаптировать. Вот мой коллега Даня потом расскажет, как мы работаем с родителями в этот момент, потому что это очень сложный этап, это очень сложный период. Выдержать эти два-три занятия и объяснить даже семье и родителям, что все нормально, чтобы они не убежали, чтобы они не ушли, потому что фактически ребенок получает только лишь такой негативный опыт, он попал в стрессовую ситуацию, эмоционально отреагировал негативно, родители его забрали, ушли, и это может быть только лишь негативно вообще, в целом повлиять на его состояние. И в то же самое время ребенок, который научился адаптироваться в наших таких непростых сложных условиях, в целом, как правило, потом уже в обычной жизни, в бытовых ситуациях, в бытовых условиях становится более смелым, и он становится более готовым к любым новым вещам, которые встречаются в его жизни. Да, и вот не сказал еще, что занятие длится у нас где-то около 25 минут. Если мы можем разбить занятие поэтапно, сейчас у нас будет тут слайдик, к этому мы можем потом вернуться, так, 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 вот, структура занятия. В эти 25 минут мы стараемся каждое занятие максимально, сохраняя эту структуру, включить максимально различные вот элементы. В первую очередь, это подготовка к самому занятию. До того, как ребенок начинает заниматься, его психолог, его дельфинотерапевт, который с ним занимается весь курс, издалека, скажем так, начинает его подготавливать к этому контакту с дельфином. Часто бывает, дети, даже видя дельфина издалека, вот просто вот где-то он там вдалеке плавает, уже мы видим страх, и поэтому, конечно же, сразу вот ребенка просто брать и прыгать с ним в бассейн, это было бы для ребенка очень тяжело. Поэтому начинается все с контакта с расстоянием. Мы, значит, становимся на суше, на помосте, дельфины плавают в воде, ребенок здоровается с дельфинами, дельфины ему отвечают, они умашут плавничками, вот мы потом покажем, у нас будет видеоролик, можете все посмотреть. Значит, этап приветствия, этап, если это первое занятие, то это этап знакомства. Нам очень важно, чтобы ребенок, в конце концов, приходил не просто к каким-то большим непонятным рыбам, а приходил к конкретному своему другу-дельфину, он знает, как его зовут, и мы стараемся не только лишь не менять дельфинотерапевта, но и, конечно же, дельфинов тоже. Ребенок, который занимается с дельфином Колей, он будет заниматься все 10 занятий, и часто даже приезжая на повторный курс, ребенок уже знает, он его ждет с этого Колю, и мы стараемся обязательно, чтобы вот их дальше общение продолжалось именно с этим дельфином. Значит, если опять-таки брать первые занятия, вот этот момент установления контакта очень важен. Главная задача не испугать ребенка. Опять-таки, если брать детей аутистов, то этот фактор очень важен, потому что если поступить немножечко, скажем так, быстро, то есть этот контакт форсировать, то ребенок просто закроется, и мы получим обратную реакцию. Я, может, сейчас так и говорю, просто все непонятно, это лучше, конечно, все увидеть, потом вы увидите, как это происходит в фильме. Дельфины могут выходить, выпрыгивать на сушу, на помост, и издалека ребенок может к этим дельфинам подходить. Мы включаем какие-то элементы игры в занятия, и, как правило, мы используем или мячики, или какие-то колечки. Ребенок может мячик покатить, дельфин может носиком обратно отбить этот мячик ребенку. И вот с такого далекого расстояния потихонечку-потихонечку мы сближаем ребенка и дельфина и добиваемся максимального такого тесного тактильного контакта, когда ребенок уже может к дельфину прикоснуться. И когда контакт установлен такой тактильный, мы включаем какие-то элементы сюжетно-ролевой игры, если позволяет ребенок, мы за дельфинами можем ухаживать, мы им чистим зубы, мы их гладим, у нас есть такие большие мочалки, которыми мы дельфина вымываем. Вместе с ребенком мы готовим уху для дельфинов, потом мы вместе с ложечки их кормим. В общем, вот такой подготовительный этап в первую очередь направлен на то, чтобы ребенок перестал бояться дельфина, понял, что это безопасное, дружелюбное существо, которое контактирует с ребенком и которое реагирует на все действия, которые ребенок, в принципе, с ним совершает. Этап углубления контакта, я уже его проговорил, это такой непосредственный тактильный контакт с дельфином. Такая завершающая часть, когда мы видим, что ребенок полностью уже доверяет дельфину, он его не боится, это часть, когда ребенок чистит дельфина зубы щеткой, это контакт в области головы дельфина, там, где зубы, зубы большие, большой рот, вот дети, конечно же, на это живо реагируют. Но потихонечку, потихонечку, потом у нас уже начинается другая проблема, когда ребенок пытается сам засунуть руку дельфину туда вот в рот, и мы стараемся, чтобы этого не происходило. Значит, игровая часть занятия, как правило, присутствует у нас на каждом сеансе. Она происходит следующим образом. Дельфин уходит в бассейн, мы становимся на самом краешке помоста, и используя различные игрушки, колечки, мячики, ну, в общем, в принципе, колечки и мячики, в первую очередь, разной формы, разного цвета, значит, ребенок бросает дельфину колечки в воду, дельфин ему это приносит обратно. Во время игровой части занятия, если брать конкретно вот наше наблюдение с детками-аутистами, ставятся различные цели. В первую очередь, для кого-то вот такая игровая программа, игровая часть служит вот такой дальнейшей адаптацией. Когда ребенок видит мячик, который ему нравится, он его бросает, дельфин ему приносит, ребенок забывает про все страхи, забывает про то, что он в незнакомом месте, и этот момент адаптации проходит гораздо быстрее, благодаря вот этой игре. Во время игровой части мы делаем акцент на фактор коммуникации. То есть, если ребенок бросил дельфину мяч, то ребенок должен дельфина позвать. Он говорит «дай», если он не может говорить, то мы показываем, что можно дельфина позвать жестом. Тренер в этот момент подает настоящие жесты команды дельфину, и пока дельфин, скажем так, не получит команду от тренера, он может и не поплыть за этим мячиком. То есть мы как бы формируем вот такой вот момент, что как бы ребенок говорит дельфину «дай», и дельфин плывет за этим мячиком. То есть, скажем так, вот такой момент стимуляции коммуникации ребенка, опять-таки, основываясь вот на таком мотивационном факторе, ребенку хочется, чтобы дельфин принес ему мячик, потому что ему интересно бросать этот мячик дельфину. Мы видим, что деткам становится, конечно же, интересно. И очень часто на наших занятиях дети действительно впервые начинают какие-то издавать звуки похожие на слово «дай» или даже говорить эти слова, начинают показывать осмысленные жесты. И что очень здорово, что действительно в какой-то момент мы, как вот люди, можем уйти немножечко в сторонку, и дельфин и ребенок играются вот самостоятельно фактически. То есть ребенок бросает мяч, зовет дельфина, дельфин приплывает и дает ему мяч. Но преследуя как бы разные цели, если брать деток с проблемой с моторной сферой, можно усложнять задание и прорабатывать и мелкую моторику, и крупную моторику. То есть можно мячик по-разному бросать. То есть у нас есть очень большой спектр упражнений. И рассматривая вот каждого конкретного ребенка, мы стараемся подбирать свой набор заданий и упражнений. Значит, вот вводная часть занятия. Где-то, если вот разбить по времени все эти 25 минут, мы находимся в воде около 10 минут, иногда 15 минут, иногда даже может быть и меньше. Вводная часть занятия для деток-аутистов часто бывает довольно-таки сложной. И особенно для детей, которые были не подготовлены в принципе для плавания в бассейне, которые впервые вообще опускаются в такой большой объем воды, где нету дна, где глубоко. Поэтому в некоторых случаях вот вводная часть занятия мы даже не включаем в первые 2-3 занятия, мы можем потихонечку к ней подходить, и только лишь на 5-6 занятия мы спускаемся в бассейн. Конечно же, родители многие приходят конкретно за тем, чтобы ребенок поплавал с дельфинами. И мы в этом моменте пытаемся все-таки настроить, рассказать про то, что важно это ребенка адаптировать, важна его мотивация вот к этой коммуникации самостоятельной. И по сути, как бы здесь не самоцель, чтобы он поплавал, а здесь очень важно, чтобы он научился справляться со своими вот такими вот страхами, научился адаптироваться и научился общаться и с дельфинами, и вот с нами, как специалистами. Во время, значит, вводной части занятия мы позволяем ребенку уже непосредственно, как бы мы оставляем, ну, то есть понятно, что наш специалист, дельфинотерапевт, он спускается в воду с ребенком, он находится все время рядышком, но очень важно, когда ребенок может с дельфинами поплавать уже самостоятельно. Вот здесь на картинке мы можем видеть, как ребенок держит дельфинчика за грудные плавнички. Дельфины обучены, дельфины сами приплывают, сами поставляют свои, значит, плавнички, либо спиной плавничок, они ребенка могут так медленно, либо быстро, кого медленно, кого быстро возить по всему бассейну, по кругу. Поэтому, как правило, детям, которые уже адаптировались, им это очень-очень нравится. И опять-таки мы стараемся даже во время вот этой вводной части занятия ребенка максимально выводить и стимулировать его коммуникацию. У нас вот есть такой прием, который себя очень хорошо зарекомендовал, когда ребенок просто находится в бассейне, и дельфин не плавет к ребенку, пока ребенок его не позовет. Это может быть хотя бы или жестом, или взглядом, или, конечно же, желательно, чтобы это были звуки, чтобы он сказал слово. И вот, скажем так, ребенок хочет поплыть с дельфином, очень сильно хочет. И он прямо вот, скажем так, видно бывает по некоторым деткам, что для них это очень сложно, но тем не менее они концентрируются, или ручкой зовут их, или говорят им слова, даже некоторые дети, и дельфин приплывает к ребенку. Значит, если брать вот эту вводную часть занятия, йоги-то можно сравнить с ипотерапией, поскольку во время плавания ребенка с дельфином можно, наверное, рассматривать дельфина как такой биомеханический стимулятор. Ребенок держится за дельфина, дельфин плывет с разной скоростью, дельфин плывет, понятно, что немножко быстрее, немножко медленнее, и ребенку нужно подстраиваться постоянно под изменение скорости и траектории движения дельфина, чтобы просто с него не соскочить. И тут очень много действительно близкого, схожего с ипотерапией, но есть один хороший большой плюс, что ребенок находится в воде, и он никуда не упадет, грубо говоря, он находится на рукавниках, и мы можем его отпускать, ребенка самостоятельно, одного. Так, значит, да, я уже много рассказываю, извините. Точно? Вот, значит, что еще хотел бы я рассказать? Про то, что в дельфинотерапии на сегодняшний день сформировалось три стратегии работы. Первая стратегия — это полностью управляемое поведение, когда психолог дельфинотерапевт, тренер полностью, скажем так, направляют действия дельфина, полностью формируют вот все поведение и, скажем так, занятия очень структурированные. Как правило, вот в работе с детками-саутистами мы придерживаемся именно такого направления, потому что ребенку важно понимать, что вот от занятия к занятию есть определенная программа, надо ее придерживаться. Он знает, что сейчас мы побросаем колечко, потом мячик, а потом мы пойдем в воду. Если ребенок позволяет, то мы включаем вторую модель проведения занятия, когда мы уходим немножко на второй план. Как правило, это наблюдается в последних два-три занятия, последние курсы, когда ребенок полностью уже адаптирован, узнает, что делает. Мы уходим на второй план, и дельфин может сам показывать какие-то вещи. То есть дельфин сам предлагает элементы игры. То есть он может к ребенку не подплыть, он может к нему подплыть. Например, мы бросим мячик, он мячик не принесет, он принесет колечко, к примеру. И иногда действительно нужно уйти так в сторонку, потому что мы видим, когда есть непосредственный уже контакт между дельфином и ребенком, когда они по-настоящему играются, в этот момент наше присутствие может лишь помешать, и мы уходим немножечко в сторонку. Вот. Так, 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 так. Что еще хочу рассказать? Может быть, я, честно говоря, могу вам рассказывать очень много и долго. Может быть, есть какие-то у вас вопросы, которые вы бы хотели бы задать? Или мы уже в конце, да, вопросы будем задавать? Я понял. Хорошо. Тогда я передам слово Даниилу. Вот. Он расскажет уже непосредственно по стратегии работы с семьей. Вот. Все мы сталкиваемся с Данем. Здравствуйте. Меня зовут Данил. И я дельфинотерапевт и руководитель анамской дельфинотерапии. Я непосредственно работаю с детками на помосте и в воде, и поэтому знаю эту систему не понаслышке, а каждый день это все ощущаю. В общем, ребенок к нам попадает на 10 занятий. Да, и ребенок попадает из семьи и обратно возвращается в семью. Поэтому очень важно, помимо того, что ребенок общается с дельфином, да, и мы какие-то проводим психологические интервенции на помосте и в воде, очень важно работать с родителями. А работа с родителями начинается в первую очередь с того, что обычно мама или папа звонят и говорят, мы хотим записать ребенка, да, записывать на определенную дату. И здесь мы проводим первичную консультацию по телефону, это сбор информации, да, особенности развития ребенка. Очень важно знать, как ребенок реагирует на воду, есть ли у него опыт занятий в бассейне, дальше занимался ли он когда-нибудь с животными, или с лошадками, или с собаками. Особенности поведения, да, потому что, ну, бывает, это, не знаю, например, там ребенок остро реагирует на, не знаю, там, на высокий тембр голоса, все. То есть мы это знаем, и, ну, тогда подберем терапевта с низким, да, тембром голоса. Далее, далее администраторы дают инструкции по подготовке. Очень важна, невозможно переоценить важность подготовки к курсам дельфинотерапии, потому что, как говорят в Одессе, это две большие разницы, когда ребенка готовили к курсу, или когда он приходит, и ему приходится все это открывать впервые. Что может включать в себя подготовка? Это, прежде всего, подготовка к воде, да, мы рекомендаем, сводите ребенка хоть пару раз в бассейн, да, причем желательно, чтобы это был не бассейн, где ребенок стоит по пояс в воде, да, и чувствует себя очень безопасно, и, а бассейн, где постепенно дно углубляется, да, то есть помимо самой воды, да, ребенок должен почувствовать вот эту некую невесомость, да, когда плавает. Далее, важная часть подготовки – это знакомство с дельфинами. Ну, тут в помощь все идет, и мультфильмы, и фильмы, и фото. Я обычно рекомендую вообще сделать дельфина неким таким символом, как до сеанса, так и после. Это можно, там, пижаму с дельфинами, да, картинку с дельфином в детской комнате, потом игрушки разные. Можно в ванной вообще, ну, например, с помощью фигурок вообще проиграть каким-то образом, да, будущие занятия. Ну, если ребенок подготовлен к воде и к дельфинам, то, конечно, результаты будут намного лучше. Ну, и еще рекомендуем показывать детям специальное видео, вы его тоже увидите, это видео, как, собственно, проходит дельфинотерапия. То есть деткам обычно это интересно, и это тоже им помогает. Так, это первый этап, да, работы с родителями, подготовка. Далее прошло время, да, наступила дата, когда, собственно, семья приезжает на курс, да. Здесь что, на первом занятии терапевт обычно, чуть раньше, чем занятия, знакомится с родителями и с ребенком. Здесь что важно, это, что касается ребенка, это первый контакт, да, то есть я, например, как я делаю, да, я всегда присаживаюсь, да, чтобы быть на уровне ребенка. И если ребенок не возражает, я его беру за руки. Ну, то есть я проверяю, да, как ребенок реагирует, да. То есть здесь же проводится первая экспресс-диагностика. Ну, вот, держит ли ребенок глазной контакт, понимает ли, допустим, обращенную речь, как он говорит, не говорит, и, ну, там, как он реагирует на прикосновения, да. И здесь же я уточняю информацию предварительно полученную у родителей, да. Например, если они занимались в бассейне, как проходил ход занятий, да. Потом, есть ли дома домашние животные, как у ребенка происходит контакт с другими детьми, да. Может быть, есть какие-то особые пожелания, да. Потому что бывает, ну, бывает, правда, очень какой-то хороший здравый совет родителя может очень ускорить процессы, и результат будет тоже лучше. Так, и очень важно знать запрос родителей, да, что вы хотите от дельфинотерапии, потому что детки аутичного спектра, да, там, конечно, все это проявляется по-разному, да. Да, и для кого-то важнее речь, для кого-то важнее, да, структурирование поведения, да, чтобы ребенок соблюдал некие границы, да, для кого-то просто, чтобы, да, ребенок начал замечать, там, маму, ну, что-то вокруг. Поэтому очень важно узнать запрос родителей, и, соответственно, запросом родителей вырабатываются цели и задачи курса, да. Ну, и, исходя из этого, простраивается там стратегия и тактика работы с ребенком. И здесь я хочу затронуть такую тему, как завышенные ожидания. Иногда бывает, что приезжают родители, и, ну, у них есть ожидание, что дельфинотерапия сработает как некое чудо, что один-два курса, и, ну, ребенок взял рюкзак, в портфель и пошел в школу, ну, как будто бы ничего не было, да. И здесь очень осторожно приходится объяснять, что, ну, вообще-то у каждого ребенка своя динамика, это раз. Во-вторых, многое зависит от того, что происходит в семье, да, и, конечно же, от того, насколько комплексно, но подходит к реабилитации, психокоррекции ребенка в целом, да. Ну, собственно, далее наступает третий этап, это непосредственно сам курс, да. И ситуации бывают разные, да. То есть, допустим, ну, обычный вариант, что ребенок, ну, я беру ребенка там за руку, да, или несу его на себе, если он не против, да, и мы идем заниматься. Если, например, ребенок очень боится, боится настолько, что этот страх, эта тревога заслоняет ему и дельфинов, и воду, и невозможно его переключить, отвлечь, то тогда мы включаем родителей в ход занятий, иногда даже родители одевают там жилеты, кто не умеет плавать, и занимается с ребенком, ну, собственно, как дельфинотерапевт, да. Конечно же, каждое занятие мы перепроверяем, насколько сохранилась актуальность, да, такого прямого участия родителей. Потому что, конечно же, задача в том, чтобы ребенок как можно более самостоятельно участвовал в занятиях и контактировал с дельфином. Бывает еще, что родители настолько профессионально подготовлены, что, ну, просто грех не пригласить их поучаствовать в процессе, и так тоже бывает. Второй вариант, когда родители сидят на трибунах, да, и моменты, когда у ребенка что-то получается, родители акцентируют на этом внимание, ребенка поддерживают, то есть они как такие болельщики, болельщики, которые верят в ребенка, поддерживают его. И здесь очень важно, и часто ребенок, сделав что-то новое, прежде всего смотрит на родителей и ищет отклика в их глазах. И, ну, это очень важно. И бывает еще ситуация, когда фигура родителя, да, настолько заслоняет все остальное, что пока родители будут присутствовать в зале, на трибунах, да, собственно, ребенок только и будет видеть, мама, мама, мама. И для этого у нас есть специальное помещение с диванчиками, с большим экраном, да, где в онлайн-режиме транслируется все происходящее, да. Обычно хватает одного-двух занятий, чтобы ребенок увидел дельфинов, увидел, что, собственно, это очень интересно. А дельфинотерапия — это очень интересно, любой ребенок в этом найдет то, что ему понравится. И, ну, собственно, опять-таки, как только актуальность отсутствия родителей в зале уходит, мы их приглашаем. Еще обязательно мы просим, обычно родители, конечно, сами это делают, но если нет, то мы их просим снимать. Фото, видео, съемка. Да, это очень важно. Почему? Во-первых, это ваш семейный архив, это ваша память, да. Но что еще важно, потом холодными и зимними вечерами вы можете просматривать это видео. И здесь множество механизмов включается. Ребенок смотрит со стороны, да, видит, как он преодолевал. Да, можно ведь это комментировать, говорить, вот смотри, какой ты молодец, ты помнишь, как ты боялся зайти в воду, а вот это третье занятие, или там пятое, а ты уже здесь, ну, без страха сам плаваешь с дельфином. Много эффектов, связанных с просмотром фото-видео, поэтому это важно. И есть еще такая опция, это семейная терапия. Что это такое? Обычно это девятое или десятое занятие. Это когда вся семья, папа, мама, ребенок, если, допустим, помимо ребенка аутиста, ну, у него есть братьки или сестрички, они тоже все вместе плавают. И это тоже такие воспоминания и такой интегрирующий весь этот опыт дельфинотерапии процесс. Далее прошли десять занятий, да, и, собственно, уже закончили здесь занятия. Что здесь важно? Мы спрашиваем у родителей. Ну, опять-таки, большинство родителей, они очень внимательно мониторят все изменения, которые происходят с ребенком, и дают нам эту обратную связь. Ну, и плюс, конечно, нам очень интересно. Несмотря на то, что основные эффекты дельфинотерапии в течение полугода, да, и года даже, ну, в течение полугода достигают максимума, да, там, через месяц, через две. Но я вот помню, вот прекрасно вы сидите, я помню, как вы мне сказали такую фразу, запомнил на всю жизнь. Я вижу, что у Никифора поменялось, он стал неуправляемым, терапия работает. То есть родители знают, что, например, кто-то, наоборот, да, приезжает вообще гиперактивный, вот такой вот, ну, рвучий все границы, да, ребенок, и он успокаивается. Кто-то, наоборот, молчал всего, боялся, вдруг стал бойки. Да, либо просто кто-то, ну, потрясающе прям, ну, маленькие чудо происходят каждый день, когда впервые увидел маму, я смысленно посмотрел на нее, да, там кто-то впервые по лестнице спустился. Самый потрясающий случай – это когда мне сказали, что ребенок впервые за пять лет засмеялся. Ну, о важности улыбки и смеха в социальных контактах, думаю, говорить и не стоит. Дальше. Помимо мониторинга состояния ребенка, да, от родителей и обратной связи, мы даем некие рекомендации, да. Обычно это такие мягкие рекомендации, на основе непосредственно того опыта, что мы видели в процессе занятия, да, например, с кем-то, да, с кем-то из детей сработала тактика, ну, как хочешь. Хочешь, допустим, гладь дельфина сейчас, хочешь не гладь, да. И тогда мы рекомендуем, попробуйте вот эту тактику, да, в каких-то, ну, там, не знаю, непринципиальных, например, вопросах. С кем-то, наоборот, там сработало, я знаю, что ты можешь, поверь в себя, да. У меня был потрясающий случай, когда абсолютно интуитивно девочка плакала, мы плавали, девочка-вотиска лет пять или шесть ей было, все время плакала, плакала, и просто в какой-то момент я уже отчаившись начал прятаться у нее за спиной и молчать. И это сработало. Я сейчас, две минуты, да, время, время, да. Так, да, пять минут, все. Ну, собственно, все, и последнее, что важно, это комплексный подход, что наилучшим образом дельфинотерапия работает в связи с другими психокоррекционными мероприятиями. То есть, как сказал один коллега, дельфинотерапия выводит процессы в голове ребенка на некую орбиту, да, и дальше вопрос в том, что вы с этим сделаете. У нас еще было видео на две минуты, но я не уверен, что мы его успеем посмотреть. Может быть, в конце, да. Я передаю слово руководителю сети дельфинотерапии. Наталья. Если можно, мою презентацию вместо видео. Спасибо. Даш, мне. Я очень вкратце расскажу про наш проект в Одессе, потому что, на самом деле, я очень хочу, чтобы вы посмотрели видео. Оно очень красивое, его делали ребята из Анапы. Потрясающее видео и звуки, которые Даня записывал дельфинов, звуки дельфинов. Хочу рассказать про Одесский культурно-оздоровительный комплекс НЭМО и наш проект. Мы 8 лет занимаемся дельфинотерапией и задумались, как же повысить эффективность метода и эффективность самого курса реабилитации. Решили, что самым лучшим способом будет объединение классической медицины, классических коррекционных методов с методами дельфинотерапии. И на сегодняшний день это крупнейший проект, который выполнен в таких составляющих, где дельфинотерапия объединена с классическими приемами. В наш комплекс входит отель НЭМО, 5 бассейнов, игровая комната и реабилитационные кабинеты, о которых я сейчас более подробно расскажу. Стандартный курс у нас рассчитан на 2 недели. Мы принимаем деток с разными диагнозами, и в этом была сложность, так как мы работаем в дельфинотерапии со всей неврологией, было сложно выбрать именно те реабилитационные воздействия, коррекционные воздействия, те методики, которые будут эффективны для детей с разной неврологией. То есть как для детей ДЦП, так и для аутистов, неречевых детей. Первым, что проходит ребенок, попадая в наш комплекс, это консультация врача. Как правило, это консультация врача-невролога, который отслеживает противопоказания, также наблюдает в процессе курса дельфинотерапии за ребенком и прописывает ему непосредственно весь курс реабилитации дальнейшей. Далее идет диагностическое отделение. Это если есть вопросы по диагностике у родителей, у нас есть и ультразвуковая доплерография, и ЭГ. Следующее отделение – это отделение физиотерапии. Здесь присутствует ультразвуковая терапия, лазер, транскорниальная микропорализация, речевая стимуляция и магнитотерапия. Для аутистов мы чаще используем именно речевую стимуляцию и транскорниальную микропорализацию. Часто бывает, что во время курса возникают вопросы с лороорганами, простудой. Мы подключаем лазеротерапию, можем также как профилактику ее включать. И на расслабление некоторым нашим пациентам назначают магнитотерапию. Отделение лечебной физкультуры и массажа. В основном наши специалисты ЛФК стараются именно для аутистов использовать специфические методики, которые где-то граничат с сенсорной интеграцией. То есть это работа с вестибулярным аппаратом, работа с крупной моторикой, всевозможные упражнения на развитие движений. Психолого-педагогическое отделение – основное для наших деток-аутистов. Тут присутствуют консультации психолога. Я вообще считаю, что психолог играет ведущую роль в ведении таких детей, потому что дети с аутичным спектром испытывают, пожалуй, наибольшие сложности в адаптации к курсу дельфинотерапии. И здесь важна роль психолога, который занимается с ребенком и в кабинете в том числе. У нас разработан определенный курс, где мы используем игры, направленные на адаптацию к дельфинотерапии, рисунки, песочную терапию и так далее. Занятия с логопедом и посещение сенсорной комнаты. Сенсорная комната открылась буквально недавно в Одессе. В ней присутствует как активационная составляющая, так и релаксационная. И в зависимости от состояния ребенка терапевт определяет, каким образом он будет воздействовать при помощи этой сенсорной комнаты. Последнее отделение отделений посредственно дельфинотерапии. Мы уже рассказали о нем. По поводу эффективности курса. Я здесь указываю цифры. Они достаточно предварительны, потому что мы открыли эти кабинеты только в сентябре 2013 года. Сенсорная буквально только-только открылась. Поэтому мы сейчас только начинаем сбор данных. Большое спасибо. Можно ли включить фильм, а потом мы ответим на вопросы? Только не последний фильм, а если можно, Данин фильм. Продолжение следует... 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 Дельфины наши волшебные друзья. Они добрые у меня. Они умеют лечить и любить людей. Продолжение следует... Есть ли какие-нибудь возрастные ограничения для начала занятий дельфинотерапией? Мы рекомендуем начинать не раньше двух лет, потому что определенная структура уже у ребенка созревает, и он готов к взаимодействию с животным. Раньше, как правило, это вызывает стресс сильный у ребенка. Меня интересуют больше верхние границы. Вы знаете, я бы сказала, что верхние границы не существует, но наиболее эффективно она, безусловно, для детей, начиная от двух до восьми лет. Мы работаем с детьми и 14, и 16 лет, и, в общем-то, со взрослыми у нас практически нет опыта, потому что мы в основном стараемся быть нацеленными именно на детей вот той возрастной категории, которую я вам сказала, но бывают и взрослые, и инвалиды, которые к нам приходят на реабилитацию. Но после восьми это уже сложнее, да? Это вопрос целей, которые мы ставим перед дельфинотерапией, и вопрос той степени изменений, которые будут после нее. То есть для взрослого ребенка, для взрослого человека, возможно, мы не увидим таких сильных изменений, но эмоциональная составляющая будет намного сильнее даже, чем у ребенка. Поэтому вопрос целей. И мы, кстати, когда нам задают этот вопрос, родители обращаются, мы всегда спрашиваем, какие задачи вы хотите решить дельфинотерапией. То есть, скажем, если речь идет о диагнозе ДЦП, если вы ожидаете, что ребенок пойдет или там изменится двигательно, нет. Но эмоционально это будет очень серьезное для него такое воздействие. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у Лукиной открытая акватория, у вас замкнутый бассейн. Есть ли какая-то разница в воздействии дельфина на ребенка? Здесь действительно очень было много споров, когда начали появляться первые закрытые дельфинарии. И действительно высказывались опасения, что эффективность резко снизится. Тут очень важно все-таки понимать, какой основной механизм воздействия. Если брать за основу только физиологический и биологический компонент, который дает сам дельфин, это в первую очередь его ультразвуковая активность, то, возможно, какие-то будут изменения в его ультразвуковой активности. Или он находится в открытой акватории, или он находится в бассейне. Мы проверяли неоднократно при помощи гидрофонов их активность ультразвуковую. Даже в закрытых бассейнах они все равно общаются между собой. Дельфины излучают очень большой спектр частот. У них есть коммуникационные сигналы, у них есть эхолокационные, то есть такие навигационные сигналы. Конечно же, навигационные сигналы они практически не используют, потому что они знакомы с пространством уже. Но постоянно все равно весь бассейн закрытый, пронизан этими ультразвуковыми сигналами, они общаются между собой. И для дельфина зрение это не первый, не главный такой сенсорный анализатор. Дельфины даже когда плывут к ребенку, плывут на ребенка, они используют свой ультразвук. И второй момент, мы все-таки в нашей работе делаем акцент на такой работе психокоррекционных специалистов, людей, психологов. И для нас важно дельфин не просто как такой излучатель ультразвука, а нам важен дельфин как партнер, как помощник терапевта, как существо, которое может выстраивать такие межвидовые коммуникации. У дельфина есть способность устанавливать активный зрительный контакт с человеком. Я вам скажу, что если взять всех животных, те же самые кошки, к сожалению, как правило, вы на них смотрите, они смотрят сквозь вас, куда-то, никуда, в пространство. А собаки, высшие приматы, они действительно могут смотреть четко, активно вам в глаза. То, что я говорил, это такое очень сложное игровое поведение дельфина. И, на наш взгляд, даже в таких закрытых бассейнах удается смоделировать все занятие гораздо более эффективно. Потому что, когда это открытая акватория, во-первых, это могут быть погодные условия, это ветер, пойдет дождь уже, как бы все, конечно же, меняется. Здесь мы создаем атмосферу занятия, которая для аутистов более контролируемая, более приемлемая. Даже для аутиков это, конечно же, на наш взгляд, проще, чем прямо в открытом море заниматься. А я еще хотела дополнить по этому вопросу, как человек, непосредственно работающий с дельфинами. Мне кажется, очень важной составляющей является состояние дельфина, скажем так, те условия, в которых он находится, это состояние, которое этим сопровождается. То есть, если обеспечить дельфину достаточное количество досуга, хороший уход, отличное питание, подобрать ему команду других дельфинов, потому что, безусловно, на него влияет то, с кем он находится вместе, и состояние дельфина будет наполненным жизнерадостным, скажем так, то я думаю, что это основной критерий. И мы стараемся этого достигать в наших дельфинариях. У меня простой вопрос. Вот сейчас как к вам добраться? Значит, у нас на сегодняшний день вот сеть дельфинариев наша, она крупнейшая по количеству дельфинариев в мире, как оказалось. И у нас дельфинарии в, значит, если так, ближайшие, не знаю, что у нас ближе всего. Анапа, Сочи. Анапа, Сочи, в Крымских у нас, на Крымском полуострове, три, нет, даже уже четыре дельфинария, это Феодосия, Судака, Лушта, Оленевка, дельфинарии в Белоруссии, в Минске. То есть, в принципе, сейчас, кстати, я вот уже в своем... Одесса, вообще забыл, как же Одесса? Одесса первый наш главный город, да. Я вот забыл еще упомянуть такой фактор, что дельфинария на сегодняшний день становится доступнее в том плане, что если раньше людям нужно было ехать, если брать Украину, было только там в Севастополе, и люди сталкивались с серьезными проблемами с переездом, да, там очень сложно с ребенком поехать, самолеты, поезда, это все очень долго, тяжело. Сейчас люди могут выбрать, в принципе, ближайший город, ближайший дельфинарий, и все эти транспортные проблемы уходят. Если говорить про Одессу, то у нас очень много москвичей приезжают на самолете. Сейчас закрыли продаж, билеты там как-то, там еще что-то такое? Я думаю, я не знаю нюансов, я слышала про ЖД, но я думаю, что в любом случае это временные какие-то акции. Ну, в общем, мы в Одессе ждем вас, и мы в любом случае будем рады видеть москвичей, как мы, в принципе, все эти годы были рады вас видеть, точно так же и сейчас, ничего не поменялось, не верьте новостям. Да, и про Анапу тоже не забывайте. Можно такой вопрос? А вот Голубицкая у вас здесь написана, станица и так далее. А какой бы вот из российских вы порекомендовали? Какой, на ваш взгляд, лучший? Ну, смотрите, если... Я понимаю, что сложно это сравнивать, но так вот... Если брать метод, да, если брать методологию, подход, уровень подготовки специалистов, то, в принципе, в любой дельфинарии, где вы попадете, вы получите один и тот же уровень. Да, поэтому здесь вы можете выбирать, исходя из окружающей инфраструктуры, потому что, если, например, Анапа и Сочи, то в Анапе много очень санаториев, и особый климат, очень сам по себе лечащий. В Сочи прекрасная природа, и если вы, допустим, хотите совместить приятное с полезным, то можно поехать туда. Голубицкая, но там не такая богатая инфраструктура, поэтому, с другой стороны, там и стоимость проживания меньше. Да, и еще, да, спасибо, да. В Джубге открывается дельфинарий, это тоже Краснодарский край, волшебное место среди... Джубга, да, это уже субтропики, и прямо на побережье моря, там буквально возле моря, среди гор и горных рек открывается новый дельфинарий. Круглогодичный. Джубга? Открывается с июля месяца, запланированное открытие 1 июля. Скажите, пожалуйста, меня интересует разброс цен цен, ценовая категория ОДО. Это легко очень увидеть на сайте, там есть все таблицы по всем городам. У нас еще очень сильно есть разница в зависимости от сезона, то есть есть зимние скидки, есть летние наценки, скажем так, и это лучше посмотреть на сайте, потому что, при том, что у нас 10 городов, я не всегда помню, да, там, цены. Но если я не ошибаюсь, сейчас, начиная от 80 долларов... У нас, в принципе, были даже и 60 долларов. А, у нас есть в Донецке, да, самые дешевые цены, порядок 60 долларов. 60 долларов, 150, по-моему, да. Скажите, пожалуйста, ведется какая-то научная работа, потому что в Российской Федерации дельфинотерапия не является методом лечения, а, соответственно, те же благотворительные фонды не участвуют в оплате, что очень тяжело. Ведется ли какая-то работа, направленная на систематизацию сведений и, как-то, я не знаю, как сказать, более приравненная к физиотерапевтической работе, что-то такое, чтобы дало возможность в дальнейшем ввести эту терапию в официальную помощь детям? Такая работа, безусловно, ведется, и начали ее даже не мы на сегодняшний день, но вот, наверное, такой пионер в научной части работы на территории СНГ, это доктор Лукина, которая защитила монографию докторскую, вернее, кандидатскую диссертацию докторскую в области медицины по вопросам дельфинотерапии. Написана монография, очень много различных исследований, которые она предлагала. Мы продолжаем сейчас максимально в тесном контакте с ней. Недавно буквально мы проводили совместный семинар, где обсуждали дальнейшие пути работы, потому что вопросов остается много. В первую очередь, понятно, что сталкиваясь с критериями доказательной медицины, мы сталкиваемся с определенными сложностями, которые, на наш взгляд, в ближайшее время будет тяжело решить. Во-первых, конечно же, говорить, медицинский ли это метод дельфинотерапии. Все-таки, ну, я как психолог больше вижу здесь такой психокоррекционной работы. Все-таки, ну, как бы, не столь много медицины. Хотя вот доктор Лукина, она самоврач, она делает акцент на медицину. Мы вот практически с первого дня работы в нашей сети дельфинариев мы ведем статистику, мы собираем наблюдения и видим результаты. На сегодняшний день в Украине курирует этот проект профессор, может быть, даже вы слышали его, вы тут пару книжек уже разобрали, это психиатр детский Анатолий Павлович Уприков. На сегодняшний день в Украине мы публиковали уже методические рекомендации через Министерство здравоохранения Украины. То есть, как бы, мы работаем в этом направлении, но это все очень небыстро. Мы понимаем прекрасно, что это годы и годы, и мы к этому готовы. Хочешь добавить, Даня? Да, пожалуйста. По поводу фондов, скажу, что ситуация за два года динамично меняется прямо на глазах. Если два года назад количество деток, которым оплачивали фонды, было намного ниже, и приезжали родители просто по своей идее. То есть, сейчас все больше и больше родителей, где психиатр, невролог, психолог сказал, а поехали бы вы на дельфинотерапию. И фонды... Давайте так сделаем. Я в воскресенье уже буду в Анапе, и в понедельник вы можете посмотреть на сайте наши телефоны, вы позвоните, наши девочки-администраторы скажете, мы с конференции, они вам дадут список фондов непосредственно, с кем мы работаем, кто проплачивает дельфинотерапию, потому что таких фондов немало. Ну вот последнее, что я просто мониторил документы, под звездой надежды благотворительный фонд, очень много деток у нас идут от этого фонда. То есть фонды есть, наверное, пока не все, но я думаю, что с каждым годом их количество растет, потому что если три года назад к этому относились как что-то непонятное, то сейчас это рекомендуют уже специалисты, и уже просто количество детей, кому это помогло, достигает такого предела, что это докатывается и до фондов. Поэтому все не так плохо. Извините, а можно еще раз на сайте? Да, сайт... Вы можете взять брошюрки, да, там есть, прямо возьмите там внизу эту списку. Да, возьмите брошюрки, там есть адрес сайта, на сайте есть иконки всех дельфинотерапии. Заходите в Анапу, непосредственно все фонды, которые российские, да, девочкам в понедельник скажут. Вы можете по телефону, можете по электронке написать письмо. В общем, как вам удобнее. Пожалуйста, все территории так вот обустроены, как в буклете. Я отвечу на вопрос. Если вы говорите про большой буклет, да, там просто у нас есть два, есть один маленький, один большой. Большой буклет конкретно касается Одессы, и той презентации, которую я вам показывала. По поводу еще, там, где присутствует дельфинотерапия отель, это Харьков, и там же присутствует реабилитация. Все остальные дельфинарии, они немножко отличаются, то есть там нет отелей. В Анапе есть дополнительные кабинеты по реабилитации, и они планируются в Сочи. У меня, наверное, скорее всего, не вопрос, а слова благодарности, потому что на своем собственном опыте я могу сказать, что моему мальчику, пятилетнему безречевому сенсорному авалику, это дало возможность непосредственно хотя бы сосредоточиться на занятиях больше пяти минут, а потом дальше, дальше и дальше. У нас выровнялось поведение. Спасибо, Даниил, и вашим дельфинам мы обязательно приедем еще. Спасибо. Да, добро пожаловать, приезжайте. Спасибо. Извините, если ребенок проходил уже два, скажем так, курса дельфинотерапии, но не у вас, особого эффекта нет, есть смысл к вам приезжать? Гайворонский, Севастополь. Севастополь. У нас кардинально отличаются методики, я считаю, и я думаю, что стоит попробовать. Ребенку 8 лет, это нормально? Да. А как он реагировал в целом? Это было негативно? Первый раз он был на респалепте, реагировал нормально. Второй раз мы с респалептой уже слезли, но во время дельфинотерапии были вынуждены малой дозы давать, реагировал уже с истериками. А первый раз отлично, и настрой был нормальный. И вроде бы казалось, что был эффект, но все-таки нет, скажем так, эффекта нет. И у меня еще маленький вопрос. На чем основана ваша методика? Я понял, все-таки вы как больше об игре говорили, а вот саму положительную динамику каким вы образом, скажем так, мониторите? Просто чисто статистически, чистая статистика, и подбираете ли вы какую-то индивидуальную программу для ребенка заранее, либо как-то ее корректируете во время дельфинотерапии? Да, по поводу программы индивидуальной. Мы, в принципе, изначально, когда начали заниматься дельфинотерапией, мы рассматриваем ее обязательно, как только индивидуальный... То есть каждому ребенку должен быть свой индивидуальный подход. Я видел мировую практику дельфинотерапии. В некоторых дельфинариях проводят групповые занятия, где просто берут сразу 10 детей, они плавают с дельфинами в бассейне. И кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то никак не реагирует и так далее. На наш взгляд, только лишь такой индивидуальный подход позволяет добиться видимого эффекта прямо уже в ходе самой дельфинотерапии. На подготовительном этапе, это что Даня рассказывал, мы собираем информацию о ребенке, родители заполняют ли банкету заявку, либо в телефонном режиме. Но даже бывает, сами родители не всегда могут предугадать реакцию ребенка. То есть могу сказать, что ребенок у нас очень любит плавать, он воду любит, а тут он видит большой бассейн с дельфином, он пугается. Или наоборот, бывают родители говорят, что да он в жизни никогда вообще не подойдет к дельфину, мы просто так мимо проезжали, а тут же ребенок просто прыгает сверху, его обнимает, этого дельфина, и нельзя его оторвать. Поэтому мы, даже собирая предварительную информацию, мы все-таки настроены на то, что первое занятие, даже может быть 2-3 занятия, они такие диагностические. То есть мы конкретно смотрим, как ребенок реагирует на контакт с дельфином и стараемся уже подбирать индивидуальную программу. То, что я говорил, мы, может, даже не всегда плаваем на первых занятиях с ребенком. У нас были случаи, когда мы вообще не плавали вообще ни одно занятие, ребенок не спускался в воду, но были очень хорошие эффекты в плане коммуникации. Ребенка был неопределимый страх воды, но тем не менее ребенок преодолел свой страх перед дельфином, и ему стало интересно с ним общаться. И родители, ну, как бы мы их убедили в том, что не надо плавать, не надо, потому что мы просто все обрубим. То есть вот как бы наша позиция все-таки это обязательный индивидуальный подход, это изменение вообще стратегии поведения во время занятий, исходя от того, как ребенок реагирует. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что ребенок, да, вот он все привык, ему все устраивает, он вообще никак не реагирует, грубо говоря. Может быть, где-то можно поддавить, да, какие-то, не знаю, то есть опустить его в бассейн, там, снять один рукавник, чтобы он было дискомфортно, чтобы он включился обратно. Каждому ребенку индивидуально. По поводу, да, ты хотел добавить. Я хотел добавить, что дельфинотерапия – это такой некий треугольник. Дельфин, ребенок и дельфинотерапевт. И очень важная часть процесса – это контакт ребенка с дельфинотерапевтом. И поэтому многое зависит не только от дельфинов, но и от тех, кто работает с ребенком. И поэтому стоит попробовать хотя бы, чтобы вы посмотрели и увидели разницу, да, потому что достаточно много людей приезжали с других дельфинариев, да, с других сетей, и говорили, что здесь совсем все по-другому, и, насколько я знаю, от нас конкурентам уже не уходят. Я тоже хочу сказать большое спасибо всему коллективу НЭМО. Мой ребенок с 2,5 лет до 6 лет прошел 5 дельфинотерапий в НЭМО. Три раза мы были в Одессе, два раза в Анапе. Даня – дельфинотерапевт, который проводил две дельфинотерапии с моим сыном. И каждый раз я привожу на дельфинотерапию нового ребенка. То есть каждый раз отсроченный эффект. У нас не было ни разу эффекта сразу, но был отсроченный. Спустя месяц-два происходит эффект, и в психологическом плане ребенок раскрывается. И сейчас эффект вообще очень хороший. Вот спустя 5 занятий я очень довольна. Большое вам спасибо за отношение к детям, за вашу работу. Успехов вам. Спасибо. Спасибо, ждем. Да, у нас уже время, да, я так понимаю? Спасибо большое. Да, большое спасибо. Спасибо за вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.